13.06 в городе. В эфире программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» наш коллега Николай Голиков. Добрый день, Коля. Добрый день, Светлана. Добрый день, уважаемые слушатели. Ну что, где? Приятного всем. А-а-а! Чуть не забыл. Приятного всем аппетита. Я помню, понимаешь. У меня даже отпуск не все вылетели в голове. Я видел с тех пор, как стал в ведущем программе. Потерял, потерял. Ну и все. Возвращаемся. Это особое мнение. Только твое исключительно. Начнем с местных каких-то событий, мероприятий, новостей. В частности, я хочу тебя попросить откомментировать высказывание высокого гостя фестиваля Гренландия, советского и российского певца, народного артиста СССР, Иосифа Кобзона, который высказался насчет санкций там же на фестивале. И говорил он следующее. К нашей великой стране применили санкции. Спасибо президенту, который не позволяет указательным пальцем с нами разговаривать. Вы же, как моя бабка говорила, была бы картошка. У нас есть садоводы, которые могут накормить страну, поэтому рыдают поляки и другие страны. Мы привыкли переживать трудности. Что это? Вот это и есть настоящий патриотизм? Ой, нет, я в этом совсем не уверен. Хотя вот тут надо, конечно, отметить, что Иосифу Давыдовичу не везет в последнее время. То есть он, даже в данном случае, возьми свет, он что сказал, он просто процитировал свою бабушку. Если Иосиф Давыдович родился в 1940 году, то его бабушка, я не нашел про нее данных, мне интересно было, по родителям есть, по бабушке нет, но примерно 900 года рождения. И то есть для нее, для женщины вот такого года рождения, фраза насчет картошки и огорода, она вполне нормальная, такое было время. Но когда эта фраза пошла в народ, она как-то получилась так, что это Кобзон сказал, мы на картошке проживем. Во-первых, это вызвало улыбку, потому что трудно себе представить народного артиста СССР, одного из самых, так сказать, влиятельных людей России, которые ест одну картошку. А во-вторых, вот вспомни, вот так же недавно, когда, помнишь, ему сказали, что он там хочет в Германии лечиться, Путина просить, на самом деле, он тоже не то сказал. Он мне сказал, что если вдруг, тогда я, может быть, и, наверное, то есть все в сослагательном выполнении, ему приписали, что вот прямо сейчас он пойдет в Путину и так далее. Поэтому его всегда были очень немножко даже жалко, потому что, понимаешь, это человек, голос которого со мной звучит практически всю жизнь, где-то рядом, да, там у нас во дворе есть девчонка одна, там, когда еще совсем маленький был, там, или там в школе, там, у любви зимой, короткий век, представляешь, зимняя влюбленность такая, и такая песенка, и все, крах ему идет, и лучший друг убил девчонку, и Кобзон поет, и падаешь на это дело. Вот, поэтому все равно к нему отношение доброе. И как бы вот всегда становится немножко грустно, когда вот он попадает в такие истории. Потому что если бы он сказал, вот именно Кобзон, что прожжем на картошке, то в этом был бы, знаешь, как говорил Казьма Путков, некий двоякий даже грех, потому что, во-первых, это бы было признание того, что санкции, про которые мы говорим, что они не действенны. Еще как действенны, нам придется жить на картошке и огородах. Это несправедливо, это как раз не патриотично, потому что мы же не боимся с шансами. А во-вторых, получалось бы тогда, что вот на третьем сроке президентства Путина, который обещал удвоить там ВВП, всем дать там сколько с квадратных метров жилья, но не дать, но построить, неважно. Вот. И вдруг такой итог трех сроков, ну это не то, что не патриотично, это антипатриотично было бы. Но так как все-таки он сослался на бабушку, а сам Ифиздовыдич тоже, ведь надо понимать, у него же было бедное, еврейское детство, там на Украине дам, когда у него там мама осталась одна, а он там с двумя братьями, потом еще там приемные братья-сестры, там на самом деле было голодно и жили на картошке. С другой стороны, если нам было плохо, детские годы, я тоже хлеба не видал, когда был маленький. Это не значит, что всем остальным надо этого желать. Вот. Поэтому как бы я... Я не нахожу в этом какого-то особого патриотизма, я нахожу немножко такую вот, во-первых, неудачную передачу фразы, когда приписывает Кобзон, то, что сказала его бабушка. Ну и во-вторых, немножко, конечно, неудачный сам выбор Кобзона, вот цитаты Кобзона. Он хороший певец, но не очень понятный пиармен. Вот смотри, он же говорит, у нас есть садоводы, которые могут накормить страну. Очень даже все удачно состыковалось. Ну понятно, он был в гостях, да, у лидера нашего садоводов. Я почему и говорю еще, что это немножко такая фраза митинговая. О ней всерьез-то как бы говорить не стоит, потому что на митинговую фразу можно отвечать или комментировать ее только на митинге. Потому что попав в другой контекст, она сразу теряет смысл. А если так вот всерьез обсуждать, то я просто грустно улыбнусь. Ну, во-первых, когда я впервые услышал, конечно, я на самом деле улыбнулся, не грустно, а весело, представляю себя Кобзона, сидящего на картошке. А когда уже прочитал повнимательнее, там понял, что на самом деле его родители, его там прародители, они жили довольно-таки тяжело, но судьба еврейских семей в России никогда не была легкой. Даже немножко грустно стало. И я понял, что не надо трактовать эту фразу так, как, видимо, будут все ее трактовать. Давайте любить Иосифа Давыдовича за его песни, а не за то, что он говорит. Окей, следующая тема, которая, как мне кажется, очень такая позитивная, это тема, как касается объектов культурного наследия. Арендаторы объектов культурного наследия наконец-то получают законную льготную арендную плату, если они ремонтируют. Ты арендуешь здание, которое является историческим наследием, и получаешь 90 процентов, это нельзя назвать скидки, но льготы, которые ты можешь... Я просто возмещаю все деньги, которые ты проделал. ...счет, которые ты можешь ремонтировать, собственно говоря, это здание. Это то, о чем говорили уже много-много лет, о том, и почему это сделали сейчас, наверное, понятно, да? Внутренний туризм сказался на этом, что ли? Я не знаю. Дело в том, что я никогда не арендовал помещение государства, когда арендуюсь у частного лица, всегда в договоре есть такой пункт, что если я выношу какие-то улучшения, то эти улучшения я могу учитать из арендной платы. Если у частного лица. Вот. Поэтому как бы меня удивило, что оказывается для муниципального места какая-то новость. Ну, хорошо, значит, город пошел, так сказать, в новую со временем. Это надо было сделать. Понимаешь, вот я, когда прочитал эту новость, я тоже так, может, по городу пошел, посмотрел, а где, собственно, у нас вот такие дома, культурные отследия, да? Которые кто-то арендует. Большинство зданий старинных, да, там, которые сделаны под офис, там по несколько владельцев. И для того, чтобы вот организовать, на самом деле, реконструкцию или реставрацию вот этого здания, им, во-первых, надо промеж собой договориться, что практически невозможно. Во-вторых, каким-то образом разделить, где сколько, кого, чего и так далее. То есть, мне кажется, где вот много съемщиков, эта норма вряд ли будет действовать, потому что я не могу отреставрировать у здания, вот там, часть второго этажа, а все остальное останется как прежде. Это будет еще хуже, чем было. Вот. Поэтому мне сразу пришла такая мысль. Видимо, подумал я. или кто-то из дружественных нашему городу структур, которая уже давно арендует какое-то большое, крупное историческое здание, решили его отремонтировать и немножко сэкономить. Либо, опять же, у города появилась какая-то структура новая, которой надо, да, историческое здание, а так как оно, скорее всего, не очень корректное, то, видимо, договорились, что, ребят, мы приведем законодательство в соответствие с вашими интересами. Потому что, как не посмотри на любое решение, я говорю, думаю, всегда откуда-то торчат чьи-то уши. Вот. Я как раз шел сюда, шел по улице Карломат, смотрю, батюшки, кинотеатр «Октябрь». И вот как раз недавно отдали Володе Ивонину, да, фонду «Эрмитаж», там кинотеатру «Смена». Это же как раз здание историческое, оно же охраняется законом, и ему надо же его реставрировать. Я подумал, ну, здорово, в принципе. Для «Смены» это большое подспорье, потому что им надо превращать этот кинотеатр в современный, так сказать, мультиплекс, как сейчас говорят, да, то есть там достаточно много ремонтов. – Кинотеатр «Октябрь». – Да-да-да, я имею в виду кинотеатр «Октябрь» или «Дружба». Но «Дружба» я не помню насчет ее историчности. А «Октябрь» точно здание, охраняемое государством. И, скорее всего, вот то, что это принято именно сейчас, а не два года назад, там, и не через два года, связано вот с этим решением Гурдумы, которое, тем более, пока еще находится в подверженном состоянии, оспаривается с какими-то ведомствами, вот. Чтобы, по крайней мере, вот смене было легче работать, потому что, ну, все-таки кинобизнес сейчас не самое прибыльное дело, а цель, поставленная перед Ивониным, как у нас же здесь в студии рассказывал, «Пельма благая», то есть сделать такой некий социальный проект, социальный кинотеатр, в том числе для малообеспеченных людей. Так что, скорее всего, это связано конкретно вот с этим вот, то есть предыдущее решение было о передаче двух кинотеатров к смене, а сейчас просто так, как они оба требуют ремонта, ну, есть такие условия ремонта, чтобы до 90% суммы можно было компенсировать. – Но это хорошо. – Безусловно. – А вот что касается… – Для Ивонино это хорошо. – Для горожан. – А для горожан мы посмотрим, мы же пока не знаем, что из этого выйдет. – Но это не значит, что большое количество исторических зданий, в которых сейчас, как ты сказал, находятся офисы или люди живут, в ближайшее время вдруг преобразятся из того, что принято. – Я просто не вспомнил, вот понимаешь, тут уже некий отдельно стоящее здание, как я уже сказал, да. То есть вот тех, кого я вспомнил, там все давно отремонтировано, ну, те, кто уже арендует давно, и те компании имеют такие обороты, что вряд ли им там 10 тысяч туда, 10 тысяч туда – это существенно. Хотя кто знает, в принципе. Вот, и поэтому как бы вот методом вычитания, я подумал, что скорее всего, это связано в конкретном данном случае. – Вот смотри, такая ситуация, когда в исторических зданиях живут люди, есть же такие, где жилые дома. – Да, конечно. – А что бы им не сделать какую-нибудь льготу шикарную? – Ну, понимаешь, я не думаю, что частные лица способны нормально отремонтировать историческое здание, отреставрировать, чаще всего нужно его не ремонтировать, а гораздо более тонкую работу проводить, это же очень дорого. И как бы сравнить, если размеры квартирной платы и арендной платы за огромное помещение, то разница большая. За счет квартплаты, мне кажется, ничего не отремонтируют. – Ну, вот тут комментарии, кстати говоря, есть. Я сейчас на сайте «Бизнес новостей». Пишут, а кто будет утверждать стоимость работ и выбирать подрядную организацию? Это не очередной способ по войти законодательству о государственных закупках. – Ну, понимаешь, даже если вспомнить тоже ситуацию со сменой, когда, в общем-то, ситуация, как я понял по комментариям у управления Федеральной антимонопольной службы, была немножко обойдена, то есть были здания переданной решением Городской думы, хотя желательно было провести, судя по репликам антимонопольщиков, конкурс. Вполне возможно, потому что, я еще раз говорю, как только Городская дума принимает какое-то решение, надо всегда искать, где и чьи уши там торчат. Дернешь за эти ушки, все поймешь. А в данном случае, так как это не то, что, скажу, сильно меня заботит, я просто подумал, поживем, увидим, посмотрим, как будет ремонтироваться. Кстати, тот же Октябрь, если я не ошибаюсь, в 2008 году уже был отремонтирован, отреставрирован и даже торжественно как бы снова открыт. Не так много времени прошло. Если снова будет делаться такой же ремонт, тогда, конечно, это уже ясно, что некое журничество, если сделают на самом деле хорошее, и здание очень красивое, снова к нам вернется, что это первоздатная красота, это будет только хорошее. Николай Голиков в гостях у особого мнения, и это его особое мнение вы слушаете. Гожилыкс, инспекция по Кировской области подвела первые итоги рейтинга управляющих компаний, да, вот в этом году его запустили. Подвели итоги за период с 1 апреля по 30 июня, там обозначилась первая тройка лидеров. В рейтинге не принимает участие управляющая компания, не имеющая домов управления и так далее, и так далее. Ну, помним, в связи с какими событиями стали проводить рейтинги, с печальными этой зимы событиями, когда падали сосульки на людей. У меня следующие вопросы. Кому в первую очередь нужны эти рейтинги? Какую силу они имеют? Здесь, мне кажется, даже больше, на самом деле, вопросов к тем, кто придумал эти рейтинги, потому что мы же знаем, что управляющие компании есть разные. Есть управляющие компании, у которых там в активе 10-20 домов, все они современные, новенькие, чистенькие, все люди счастливые, все услуги оказываются, все недорого. Есть управляющие компании, у которых много ветхого и старого деревянного фонда, где очень много людей, наоборот, недовольны, пишут много жалоб. А один из показателей этого рейтинга, который учитывается, как раз наличие жалоб. И понятно, что те компании, которые ограничили свой круг, сами выбрав себе определенные дома, хорошие, радостные, новые, они получают больше шансов в этом рейтинге. Это не значит, что они лучше, чем другие компании. Потому что дай им вот этот вот ветхий фонд, и еще неизвестно, как дело будет оборачиваться. Другое дело, что для чего эти рейтинги? Ну просто, понимаешь, вот с той же вот, начиная весны, когда все это стало происходить, весь этот негатив стал твориться, все поняли, что к управляющим компаниям надо проявлять немножко больше внимания, надо больше смотреть, как все это происходит, кто, где, почему, каким образом. Поэтому вполне возможно, что сначала просто был налажен некий такой поток информации о деятельности компании, а потом уже подумали, что на основании этой информации можно их еще как-то отритинговать, то есть посмотреть, кто работает лучше, кто работает хуже. Хотя мне кажется, вот для меня, как условно говоря, для жильца дома, да, этот рейтинг имеет мало очень практического значения, потому что, ну, представь, взять и поменять управляющую компанию, это вот надо же собирать жильцов, там очень много всего делать. И еще на самом деле не факт, что лучшая компания в этом рейтинге окажется лучше для нашего дома. Вот, а у меня все равно было. Но в любом случае для людей, может быть, это какая-то опора для того, люди выбирают, например, управляющую компанию или сравнивают себя с другими и в принципе думают о том, что можно и поменять. А тут раз, есть рейтинг, и уже можно на нем основываться. Или пока им доверять все-таки? Я думаю, что этот рейтинг, он, скорее всего, как бы просто показывает то, что наша власть следит и наблюдает за управляющими компаниями. Это как бы сигнал такой. То есть тогда это для управляющих компаний? Это в том числе для управляющих компаний. Но их соответствующие рейтинги не так. И в том числе для людей, которые вот жалуются, которые думают, что на это внимание обращают. Лазер говорит, мы обращаем, мы смотрим, мы анализируем, мы составляем какие-то там таблицы, какие-то сравнения мы делаем. Вот с этой точки зрения. Но рейтинг никак не влияет на деятельность управляющих компаний. Я не могу понять, как бы он мог повлиять и как бы он мог иметь законную силу, особенно, как я уже сказал, исходя из того, что сама методика вот этого рейтингования, она очень сомнительна. И на основании ее применять еще какие-то меры там поощрения или взыскания было бы забавно. И чаще всего, насколько мне, по крайней мере, известно, когда люди разочаровываются в своей управляющей компании, то они как бы подспутно разочаровываются вообще в принципе вот такого управления дома. Мы чаще всего выбирают вариант ТСЖ и живут себе дальше. А вот рейтинг ТСЖ, я не знаю, мне, наверное, интересно было посмотреть. Там более ровные должны быть показатели. Потому что они обычно все-таки это многоквартирные дома, примерно такого обычного размера, там обычного возраста. Это было бы, наверное, интересно посмотреть. Ну, это следующий шаг. Особое мнение Николая Голикова слушаем. Вот давно мы не говорили о взаимоотношениях, хотя нет, в общем, не очень давно, о взаимоотношениях активистов ночного патруля и с начальником ОМВД полковника Селялина. Я помню, что я еще когда брала интервью у Юлии Шевцовой здесь, мы говорили про ночной патруль, и как раз была новость о том, что вот ночной патруль приглашал-приглашал селянина, он не пришел на их приглашение, а теперь они встретились, встретились они на той неделе, и селянин сказал, что всячески поддерживает деятельность ночного патруля, и кроме того, он им предложил каким-то образом регламентировать их деятельность, ее узаконить. То есть, либо там, я так понимаю, вступить в ряды дружиной, народной, либо еще как-то для того, чем это мотивирует, что ночной патруль, активисты ночного патруля, они должны быть хоть как-то защищены, потому что они тоже подвергаются опасности, ну и вообще их деятельность станет на правовые рельсы. На что активисты ночного патруля ответили, что сейчас они это делать не собираются, ни под кем ходить не будут, потому что, собственно говоря, тогда таким образом вся вот эта их инициатива общественная и независимость сводится на них. Вот как ты относишься к этой ситуации? Как ты считаешь, кто здесь прав? Все-таки селянин, который, видимо, в заботе об активистах ночного патруля предлагает им это, или ночной патруль, который говорит, нет, мы будем вот такими независимыми? Мне кажется, что здесь обе стороны как бы понимают, о чем на самом деле идет речь, но публично это не излагают, потому что когда наш глава МВД, селянин, да, его фамилия, еще пока не привык, как бы не называть снова солодовником, пора привыкать уже, вот, говорит им, что вот это вот, как бы, вхождение в законные рамки, да, как бы, сделает их работу такой более законной, сделает им некую защиту такую законную, да, он как бы, конечно, не упоминает, что это же самое наложит на них определенную ответственность, определенные обязанности, потому что люди, которые действуют в соответствии с законодательством, они что-то могут делать, а что-то уже нет. В частности, мы знаем, как много жалоб поступало на то, что, например, активисты ночного патрия ведут видеосъемку и потом выкладывают ее в сеть, хотя это вступает в противоречие с целым рядом российских, в том числе законов, не говоря уже про Конвенцию о правах и свободах человека, да, то есть, опять же, когда это общественная организация, да, вот, вот она была и нету, это как бы такое поведение допустимо для людей, которые работают под крылом милицейским, такого рода поведение становится уже неудобным, то есть, это уже будет ограничение, а тогда и вот этот весь запал патруля, который сейчас вот именно работает на этом, да, он пропадет, и они это прекрасно понимают, поэтому они не торопятся под крылом полиции, им более выгодна схема, которая была при Солодовникове, когда они работают в контакте с полицией, скажем так, под таким неформальным прикрытием полиции и в том числе остаются совершенно свободным неформальным объединением. Я думаю, что в связи с тем, что все-таки, вот я в последнее время очень много почему-то читал на эту тему материала, видимо, уже достаточно много поступает жалоб, и не только на ночной патруль, вспомните, те же там, какие-то трезвые дворы, кто у нас еще, все эти окупай, некрофиляй и прочие организации, которые занимаются таким домашним видео, многие же из них занимаются просто-напросто вымогательством, шантажом в итоге, да, за счет того, что получают такого вот кадра, что, в общем-то, многих сильно напрягает. Возможно, именно вот эта часть, которая очень дорогая для патруля и совершенно не нужна нашему МВД, потому что это как бы бросает части тени на них, скажем так, под их крылом они работают. Это вот как раз тот самый момент, который не дает им слиться в экстразе, то есть, они предпочитают остатся в экстразе. Я просто упомянула, что некоторые люди под прикрытием движения занимаются шантажом, поскольку снимают видео. Я про ночной патруль такого не слышала, ты слышал? Я не сказал про ночную патруль. Но есть такая уголовная, и насуществует. Сейчас, сейчас, сейчас просто, понимаешь, сейчас ведь на самом деле куда ни посмотри, везде камеры. Это вот не только ночной патруль, ты выходишь на улицу, на тебя смотрят там у офисов камеры, да, у светофоров камеры, там не говоря уже про все вот эти вот мобильные устройства, у каждого в руках, да. Куда ни приди, ты везде под прицелом, а потом из этого можно делать все, что угодно. И такие случаи, просто если читать, они возникают, то и дело. Я не читал про ночную патруль, чтобы у кого-то шантаж, я не говорю этого. Но то, что вот это вот такое как бы неформализированное видео, которое в принципе нарушает право человека на частную и на прикосновение с частной жизнью. Никто не имеет права по закону без моего согласия снимать, а тем более куда-то распространять эту информацию. Это нарушение. А почему люди не жалуются на это? Ты знаешь, у нас очень странно все встроено. Ты возмущается, никто не жалуется, себе, Я вот сколько сталкивался, вот я читал по этому материалу, там есть такая интересная тема. Ну, условно говоря, просто знаю историю, когда человека, сняли вот камеры наблюдения, он стоялся и получил деньги от другого человека, да. Это был чиновник, тот просто привез ему деньги, потому что он в ресторане поил компанию, приехали в бизнес-компанию, он ее поил. Вот, человек, который дал ему деньги, был снят со спины, там камера так стояла, получил деньги, пересчитал, зашел в ресторан, тот сел в машину и уехал. Номер машины был не виден, затемнем таким-то образом. И на основании этого, наложив определенный звук, оставив хронометраж, сообщили, что этот чиновник получил взятку от такого-то бизнесмена. Доказать или опровергнуть это невозможно. Ему сказали, давай деньги, или мы заявим тебя в полицию, что ты взял взятку. Он, естественно, денег не дал, потому что он взятку не брал. Они заявили в полицию, и что полиция стала расследовать? Она стала расследовать дело о взятке. Она не стала расследовать дело о нарушении неприкосновенности частной жизни, она стала расследовать дело о взятке. То есть получилось так, что человек, который даже и в голове ничего не мыслил, просто позвонил в контору и сказал, ребят, мне нет бабок, надо рассчитаться за стол. У меня гости сидят, уважаемые, все, ну, нет, привезите. Ему привезли, он взял, получил эту историю. Все закончилось хорошо, но полгода отмывался, это грязь. То есть это все не так безобидно, как можно показать. Ну, вот возвращаясь к ночному патрулю, ты-то как считаешь, все-таки, во-первых, тогда начнем с того, эффективно или неэффективно деятельность ночного патруля, просто вкратце, да, нет, ты считаешь. И если они, например, приняли бы предложение, гипотетически приняли бы предложение селянина и каким-то образом формализовали свои отношения, эта эффективность усилилась бы или наоборот? В данном случае, без всяких оценок касательно морально-нравственной составляющей, эффективность у патруля очень хорошая и высокая. И, в принципе, то, что они делают, я поддерживаю. Я еще раз говорю, сразу оговорку делаю, что за исключением некоторых методов. И опять же скажу, что если бы они приняли предложение главы ОМВД, то эта эффективность, вот именно такая неформальная эффективность, снизилась бы. Потому что, как бы, очень большой такой, как бы, сигнал идет по линии, не такого, сарафанного интернет-радио, да, вот как бы, вот такого воздействия на нарушителей, этот бы канал стал пропадать. У нас две минуты до начала рекламы. Начнем мы этот вопрос обсуждать, который я приготовила. Он касается ГТО, потому что вчера прошло совещание по внедрению в регионе комплекса готов к труду и обороне в областном правительстве. Выступал старшим менеджером исполнительной дирекции спортивных проектов Елена Закирова организации из Казани. Что интересно, что меня зацепило? Она говорит, ну, кроме того, что, вероятно, обсуждались мероприятия, как и что будет делаться, да, она говорит следующее, что, во-первых, призывает поощрять работников, которые сдают на золотые вот эти значки ГТО, еще не привыкла, тоже могу ошибаться, вот, но еще, к всему прочему, она сказала, что, это очень важно, на мой взгляд, что к 2020 году в России должно сократиться количество пропущенных из-за болезней трудодней, благодаря внедрению комплекса ГТО, и эти цифры будут показателем эффективности работы ГТО. Вот становится понятным, как оценивать готовность россиян к труду, да, а про оборону пока еще не слышно. Это, видимо, другой, кто должен приехать. Да. Свет, мне сразу понимаешь, вот можно я тебя перебью на секунду, пока мысли не потерял? У меня сложились два вопроса, которые мы сегодня обсуждали. Кобзон, который сказал, что мы на картошке проживем, и нормы ГТО, которые к 2020 году должны снизить нашу, там сказать, инвалидность и смертность. Вот как-то две эти вещи не совмещаются у меня в голове. Понимаешь, давайте либо заниматься спортом, будем здоровыми и правильно питаться, либо давайте есть картошку, да никакое ГТО нас уже не спасет. Так ведь получается, да? Кстати, вот опять же, если у меня есть минутка, вспомню, тут уже недавно англичане опубликовали результаты исследования, 15-летнего исследования, о том, что влияет на людей среднего возраста и провоцирует их скорую смерть, да? Они изучали это 15 лет, там 40, ну, с чем-то тысяч человек они проследили, кто умер, кто остался жив, почему, как и что. И что интересно, вот смотри, есть такие две вещи, спорт, который считается, что продлевает жизнь, да, и здоровье, и алкоголь, который считается, что сокращает. Вот ни тот, ни другой фактор, ни плюсом, ни минусом, в списке итогов он 20 факторов, которые влияют на нашу жизнь, не отмечен. Табакокурение вредно, ходьба полезна, про спорт ни слова. Понимаешь, не ездить, или тот другой неправильный. А вот, то, с чем мы боремся и на чем мы настаиваем, то есть спорт и алкоголь, это панацея, мы победим алкоголь и внедрим спорт, и все будем живы и здоровы, есть картошку, да. Понимаешь, так не получается. Правильное питание входит в список удлиняющих позиций. Поэтому, как-то у меня такое очень веселое отношение к ГТО, я жил, когда ГТО было, мы же давали эти нормы, получали там значки серебряные, как я уж не помню, тоже давно это было. Ну, там ведь еще какой аспект существует? Мне сразу в голову пришла мысль, что вот если будет поощрять, например, дополнительными днями к отпуску, а потом еще ведь нужно отчитываться, и правда же, будут же спрашивать. Так это же надо быть, справки заполняли, бумаги пишут. Да, это будет массовым направлением, то есть вот каждый человек буквально в это внедрится, или, знаешь, создадутся такие производственные спортивные команды, которые будут выдавать показатели, прям специально. Понимаешь, я с трудом себе представляю взрослый какой-то коллектив, работящий, который может на 100% сдать нормы ГТО так-то так, чтобы коллектив был передовым. Все люди разные, и сама понимаешь, что особенно с годами, особенно люди умственного труда, они зачастую внешне весьма немощные, на самом деле, они два килограмма-то не поднимут. Так им и не надо. У них ум, тут ум, это их, так сказать, достояние. Если бы нормы ГТО еще каким-то образом совмещались с нормами, там, готов к умственной работе, да, как-то перекликались, тогда была бы какая-то польза, потому что очень многие люди, гениальные люди, они были просто внешне немощные, заставлять их сдавать формы ГТО. Как будут отчитываться предприятия, эти отчетность будут собирать? Полно смешно. Ну, понимаешь, в советское время ведь это было. Это была сплошная показуха, на самом деле. Была сплошная показуха просто для галочки. Массовые старты, массовые забеги, там, ладно, не можешь 5 километров бежать, беги 3, мы не посмотрим на это все. Но у нас, по крайней мере, теперь есть критерий. В 20-м году должно сократиться количество пропущенных из-за болезней трудодней. Оно в любом случае сократится. Знаешь, почему? Как? Потому что сократится население страны, которая сядет на картошку. А раз меньше населения, меньше пропущенных дней. Понимаешь? Что касательно нашей конкретной области, то она у нас и так сокращается. И без этого. Тем более у нас будет все меньше, меньше этих числов. Особое мнение Николая Голикова. Прервемся сейчас на короткую рекламу, после чего у нас есть несколько федеральных тем, касающихся проституции, спиртного и мобильной службы халяльных знакомств для мусульман. Возвращаемся в студию. Программа Особое мнение. Своё особое мнение сегодня высказывает главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Вчерашнее известие, несколько таких популярных новостей, тем, «Клиентов-проституток накажут рублём и трудом». Депутат Госдумы Олег Михеев, это «Справедливая Россия», он подготовил проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Значит, поправка направлена на введение новой статьи, которая будет регламентировать наказание за использование интим-услуг. Коротко говоря, это значит, что не только проституток предлагается штрафовать, но и тех, кто пользуется их услугами. Потому что считает, видимо, товарищ, что виноватые те и другие, а вот введением такой статьи они, скорее всего, поднимут, наверное, моральный статус, какое-то мироощущение людей. Правда, штрафы, ты знаешь, правда, штрафы, которые предусмотрены от полутора до двух тысяч рублей для тех, кто пользуется интим-услугой. Как ты к этому относишься? Нет, ну, с точки зрения логики, да, вот если, например, человек продает наркотики, человек покупает наркотики, человек, который продает наркотики, попадает под уголовное ответственность, покупает еще под административную, да, то есть отвечают оба. То есть за это удовольствие платят оба. С точки зрения, понимаешь, если люди хотят, ну, понимаешь, люди хотят на проституции что-то получить для государства. Тут есть два способа. Либо легализовать и получать налоги, либо, наоборот, загнать ее в темный угол и получать штраф. У нас избрали вторую. Второй путь. Хотя во многих странах БРИКС проституция вполне себе легализована и приносит очень неплохие аналоги к бюджету. Поэтому я как бы считаю, что правильнее было бы, наоборот, это вытащить на поверхность, и тем более при нашем дефицитном бюджете, где, знаете, там, за 70 миллионов создают министерство, там, реформируют правительство, а здесь всего лишь разрешить проституцию, и эти 70 миллионов они упадут в первый же месяц. Потому что очень такой распространенный бизнес. Поэтому как бы с точки зрения, если штрафовать, то это правильно. То есть человек, который предоставляет нелегальные услуги, человек, который, зная, что эта услуга нелегальна, пользуется, они оба в какой-то мере приступают к закону. Поэтому пусть за это удовольствие платят оба. Тут я с депутатом согласен. Но в принципе я считаю, что это неэффективное использование имеющегося инструмента, а инструмент называется проституцией. Он есть. Как бы от этого, слава богу, у нас сейчас уже не открещивается, потому что у нас есть. Есть очень масштабных, больших размеров. Это можно даже там кировскую газету открыто посмотреть. Да? Еще открывать, проехать по улице, городом? Не знаю. Я знаю, что в газетах, я знаю, что есть много сайтов, там, где это вообще не проблема. Да, и это все оформлено совсем по-другому. Еще трудно даже прикопаться. Может, это по любви. Понимаешь? Ну, если не хватает смелости легализовать, тогда, конечно, надо по максимуму штрафовать. А вот тогда там еще есть такое ранжирование нарушителей, так сказать, холостяков, холостякам будет выписывать административный штраф полтора-две тысячи рублей, а вот тем, кто находится в официальном браке, женатых мужчин и замужних женщин, от двух до пяти тысяч рублей имеется. Ну, это очередная такая смесь моральных норм и законодательных норм каких-то, да, норм правовых. Абсолютно безграмотная, потому что, как бы, закон должен быть одинаковый для всех. Мне кажется, это нарушение Конституции, когда за одно и то же нарушение, там, в зависимости от твоего статуса, наказывают по-другому. Так не может быть, поэтому такая норма точно не произойдет. Ну, и тогда вывод по последнему, вот твой вывод по последнему выводу этого депутата. Он считает, что наказание для клиентов-проституток в Российской Федерации поможет подрубить экономическую основу незаконного бизнеса. Я думаю, если бы они хотели рубить сук, на котором сидят, они бы просто ввели там уголовную ответственность за присутствие что-то. Они хотят косить штрафы. Поэтому им подрубать основу никакого смысла нет. Им надо, чтобы она была и чтобы за нее можно было штрафовать. Поэтому, возможно, и штраф таки умеренный, чтобы клиентов не распугать. Да и, в принципе, как мы знаем, не так уж часто у нас девушек-то отлавливают так иногда для красоты. Ну, и еще одна популярная тема. Спиртное хотят лишить индивидуальности. Общественники предлагают этикетки продаваемого в России алкоголя сделать безликими, лишить яркого распиаренного бренда и сделать их одноцветными с надписями, унифицированным шрифтом. Ну, то есть, вот белая, например, бумажка, черная водка, 40 гр. И это тоже простимулирует людей не покупать лишний раз распиаренную в всяческих фильмах, например, какую-нибудь алкогольную продукцию. Вот человек, там еще приводится такое, знаешь, интересно, человек, который идет мимо этих алкогольных полок, видит раскрасивающую бутылку. Вот он не хотел пить, но купит. А теперь, когда так все бутунифицировано, покупать станут меньше. Так тебе это нравится. Понимаешь, человек, который идет мимо красивых бутылок, он не просто этикетку видит, потому что там может оказаться лимонад, например, да, тоже с красивой этикеткой. Он видит конкретное слово. Водка, портвейден, чач, а не важно что. Он покупает то, что он хочет купить. Если он этого не хотел купить, он этого не купит, и никакая рекламная технология его это сделать не застарует. Да, сакцентировать внимание вполне возможно. Но знаешь, что я думаю? Глядя на то, что делают наши антиалкогольщики, я все больше и больше убеждаюсь, что они конкретно работают на подпольную маффику. Потому что они делают... Каждое вот такое решение, оно, во-первых, сразу расширяет круг клиентов. Там сократили точнее продажи. Бубух, 10% рынка упало черным ребятам, которые там в черняка торгуют. Закрыли рюмки, тут же пошло. В деревнях стали закрывать рюмочные магазины, тут же самогон пошел. Я уж тут говорил неоднократно, что да, вот в Яцких Полянах, когда пишет местная газета, 76% алкоголя в Яцкополянском районе покупается не в магазине. Не в магазине. Так это значит, сколько же там производят, этот район-то большой. Это расследование журналистской оплаты? Это да, это Яцкополянская правда написала, там очень подробно все изложено, с цифрами, с комментариями, и наркологов в том числе. Очень интересная статья. Так вот, 76% сельского населения не покупают водку в магазине. Кому за это надо сказать спасибо? Это же деньги, уходящие мимо бюджета. Опять же, возвращаясь к проституции и к прочим вещам. Это деньги, которые мы сами отдаем из бюджета на водку плеваку. А теперь, когда им еще и тратиться на этикетки не надо будет, сейчас же они, матушки, стараются. Там какой-нибудь завод популярный изменил что-нибудь, и всем приходится идти там подпольщикам, выправлять всякие линейки, названия там, всякая смена стиля. А сейчас никаких убытков. Белая бумага, черная печать. Если без обмана, скорее приезжай. То есть, что ни посмотри, что ни делается, мне кажется, знаешь, что делается конкретно, ну как вот лобби, да? У нас считается, что в Думе сидит могучее, алкогольное, табачное лобби, могучее, алкогольное. А здесь такой еще не сидит, могучее, подпольное лобби, говорит, ребята, вот вы, пожалуйста, вот как в Якутии, да? А вы еще сократите продажу, там? И они говорят, да, мы сократим с двух семей только продавать будем. С двух до семи? Да, просто счастье, понимаешь? И приняли в Якутии? Нет, они собираются еще принять такое. Собираются. Вот. Ну много вот таких предложений, понимаешь, как вот, когда коту делать нечего, он яйца лижет, да? Вот здесь, в данном случае, когда им уже, они уже не знают, понимаешь? За шесть лет компании, с девятого года, да, когда Медведев, кстати, сказал, что никаких дурацких запретов не будет, там, мы будем действовать по-современному, чтобы люди не сидели там с красными глазами, пьяные, глядя в телевизор. Что мы имеем? Через шесть лет они сидят пьяные, смотрят телевизор. И причем они уже, раньше-то они хоть там куда-то ходили, их можно было наблюдать, считать, рассчитывать там, беседы вести, а сейчас они сидят дома, потому что их отовсюду выгнали, нет места для общения, для встреч, для контроля милицейского, ничего нет. А кому это счастье, это и радость? Подпольный бизнес цветет. Понимаешь, вот как при Горбачеве расцвет подпольный бизнес, который, собственно, и поднялся в 90-е годы, и все, что мы сейчас имеем, это следствие старых компаний. Такое ощущение, что просто на этом подпольном рынке настало время смен элит, появилось какое-то новое поколение торгующих водкой людей, которые хотят вот их старых алкогольных баронов поменять. И началась новая компания. Да вот сейчас, если не про этикетку, скажи мне, пожалуйста, ты действительно веришь, что сокращение времени продажи алкоголя на один час так сильно подвинуло, в смысле, вверх усилило подпольный рынок алкоголя? Почему? У нас торгуют с десяти до одиннадцати сейчас. Хорошо, ну на два. А здесь с двух до семи. Так мы не проекруем все сейчас. А у нас, вот смотри, по расчетам, да, официальным расчетам, ночная торговля алкоголя, которую закрыли, да, она дает 10% всего оборота. Она составляла 10% всего оборота. Часть этого оборота, конечно, люди стали покупать днем. Вторую часть с ними продолжают покупать ночью, эти деньги там уходят. По расчетам это порядка 4,5% от общего оборота, они сейчас пошли уже в частный карман по ночам. Это ведь, а знаешь, какие-то деньги? У нас в области торговли спиртным, вот в семьдесят, в две тысячи четырнадцатом году торговля, оборот торговли спиртными торгующих организаций, официальный, составлял семь и, по-моему, семь десятых миллиарда рублей. Откуси от этого 10%. Ну, то есть ты считаешь, что нужно... Ты бы тогда не в Черногори отдыхал, если бы ты откусил их 10%. Вообще в Кирове здесь не тусила. Куда ты меня посылаешь? Да не знаю, где-то нашла в хорошее местечко. Ты считаешь, что нужно вернуть в время продажи алкоголя? Я считаю, что бороться с алкоголем методом запретом нельзя. Дело в том, что смотри, вот сейчас что происходит? Понимаешь, на мир ссылаться нехорошо. Не ответь, пожалуйста. Вернуть в время продажи? Я сейчас скажу. Дело в том, что сейчас вообще вопрос ставится о том, чтобы употребление алкоголя причислить к основным неотъемлемым правам человека. Как право на жизнь, право на неприкосновенное жилище и так далее. А мы это коцаем, режем и что-то хотим с этого получить. Конечно, надо все вернуть. Наоборот. Наоборот. По ночной торговле ограничения возможны. И продажи тела в ларька. Я не могу ни с себя ставить в ларьке. Это надо все смотреть в комплексе. Но была некая устойчивая система, которая при этом позволяла снижать число алкоголиков. Они снижались и до Медведевской реформы. С такой же точной скоростью. Снижалось число людей с диагнозами. Сейчас, правда, стали расти число людей с диагнозами наркомании. Но это уже как бы одно и средство. Придется прерваться. Короче, надо вернуться на нулевую точку, подумать и сделать так, как делают разумные люди. То есть компанию начать по-другому. Это будет ясно. Потому что мы запланировали на 24-е число. Ну, более-менее что-то. Будет возможность еще обсудить. Потому что на 24-е число мы пригласили к вам в эфир с Володей Сметаниным несколько человек, которые как раз будут говорить о том, что в Кировской области планируются какие предложения есть. Там дискуссия на 2 часа. Отлично. 24-го в пятницу. Всех приглашаю. Я там тоже что-нибудь скажу. Да. Ну, ты будешь вести программу. А пока прощаемся. Это было особое мнение главного редактора журналиста «Товар. Деньги. Товар» Николая Горикова. Журнал «Товар. Деньги. Товар» Николая Горикова. Журналисты, наши коллеги. Спасибо, что пришел. Спасибо, уважаемые слушатели. Всего вам доброго.